всем большой привет дорогие зрители и в этом видео мы нарисуем аналог вот такой вот мечети это будет последний объект нашего нашего блока и потом уже будем собирать и так в прошлом видео мы рисовали такие мечети у нас есть два где мы уже разобрали и скажем так объединили а есть один объект где мы оставили объекты все по отдельности именно с ним я и дальше и буду работать и так берем его копируем этот мы отодвинем в сторону и вставляем наш черно-белый у меня был в золотом стиле теперь вместе с вами я покрашу в такой бронзовый или очень в черно-белом стиле сделаем и так у нас тут границы были на окошках давайте в общем уменьшим их в размере чтобы их было видно вот теперь их видно и разбираем чтобы все границы превратились в объекты в золотом у нас купол состоял из двух частей здесь я хочу сделать купол объединить то есть одну общую часть далее смотрите я делала палитры будем красить mesh и с помощью палитр это сделать проще то есть мы будем пипеткой брать какой-то цвет и таким образом окрашивать точки то же самое я хочу сделать и здесь поэтому создаем палитру то есть мы делаем переход от темного к светлому вы можете абсолютно любые цвета поставить я допустим не только не просто такой черно-белый да а с оттенком допустим синего я по крайней мере так сделаю это придаст такой интерес делаем переход шагов можно поставить столько сколько вам надо можно поставить больше можно поставить меньше зависимости насколько многоцветную работу вы хотите меняя один свет на в переходе меняется весь переход да очень удобно то есть вы настраиваете ту гамму ту гамму которая вам нравится у меня здесь было две гаммы более светлая и более темная не знаю если нам это понадобится тоже так сделаем итак теперь создаем сетчатый градиент все объекты мы будем окрашивать как бы по отдельности и по одному и тому же принципу то есть я буду делать сетку и далее будем окрашивать точки чем больше сетка тем детальнее но и тем сложнее с ней будет работать и так делаем изоляцию и выделяем инструмент управления точками то есть а на клавиатуре нам нужно а и пипетка это а и на клавиатуре вот этими двумя инструментами мы сейчас по сути и будем работать то есть выбираем точку нажимаем пипетку и берем какой-то цвет следующая точка и пипетка цвет вот таким образом еще с собой работать для того чтобы упростить работу можно сразу всему объекту придать какой-то основной цвет которым далее будем работать далее берем инструмент управления точками и выделяем допустим сразу несколько точек допустим делаем мы сверху будем накладывать еще блики блики и тени мы будем накладывать еще как бы сверху дополнительными эффектами чтобы не утяжелять наш меж смешим работать не очень просто особенно если вы не обладаете художественным видением так легко сделать блики и тени не очень просто поэтому я делаю сейчас основу в некотором смысле основу с которой далее я буду работать если цвета в палитре не очень совпадают но с тем что вам сейчас хочется то можно их на цветовой панели до подвигать то есть допустим придать контрастности сделать более темным или более свет если вам точек мало можно конечно же еще добавить точки мы благодаря этому добавить какой-то цвет то есть принципе для основы уже можно закончить с этим вполне себе думаю нормально и переходим к следующему объекту следующее я сделаю в ускоренном действии все то же самое и вернусь к с вами когда уже вся мечеть у меня будет окрашена окрашена и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, давайте посмотрим именно работу далее с эффектами. Когда мы окрасили уже полностью меж, для того, чтобы придать большей глубины, можно использоваться обычными эффектами. То есть тут мы эффект умножения в данный момент используем и придаем большего объема. Ставим эти эффекты на наши колонны. Далее я буду подсвечивать свои окошки. Я их решила сделать желтыми, как будто бы там есть свет. Потом мы все окошки сделаем одинаковыми. И далее я придаю дополнительные блики, используя эффект осветления и умножения. То есть то, что я с помощью смеш не смогла сделать, я делаю сверху просто дополнительно. Это упрощает работу и делает ее более легкой и простой в исполнении. И потом все блики свои, которые выходят за грани, я спрячу под маску. Вот создаем. Под маской также можно их двигать, перемещать, то есть как-то высветлять еще какие-то места. Вот таким образом мы сделали колонну. Сейчас точно таким же образом мы сделаем центральную часть, но возможно уже без ускоренного действия. То есть если вы в принципе все поняли, и для вас не осталось каких-то пустых темных дыр, темных провалов, то этот кусок вам уже не обязательно смотреть. Здесь я просто сделаю медленно то же самое, что я сделала с колоннами. А именно, я делаю большой блик. Так, у меня полетел градиент. Давайте сделаем заново. Иногда бывает градиент сбивается, за этим надо следить. В общем, я делаю блик один осветление, а другой умножение. И с помощью этих бликов я буду накладывать их в места, где мне не хватает тени и создавать таким образом объем. Потом все блики я спрячу под основную маску. Поэтому я сейчас ориентируюсь исключительно на вид самого купола, то есть самой мечети. Вот там, где мне не хватает объема, у меня опять видите, градиент стал полосочкой. Такого быть не должно. Скорее всего, просто ошибка программы и так далее. Или моя какая-то ошибка. Вот видите, я сдавливаю градиент. Можно, переключая линейный радиальный градиент, вот видите, он выравнивается и перестает деформироваться. Если у вас такая же проблема, просто попробуйте поменять. Либо можно заново создать. Вот, создаем, в общем, блик. Мне кажется, у меня мало объема. Это уже работа такая достаточно на глаз. То есть сейчас я буду просто на глаз стараться, да, как-то сделать объем. Очень хорошо, если у вас развит этот навык художника, да, или фотографа, в общем-то, художественный такой взгляд, и вы видите светотени. Ну, в любом случае, это навык, который развивается, да. Вот я его развиваю. Нет, ничего невозможного. Поэтому учимся. Если мешают блики, то их надо блокировать. Блокировать, чтобы они давали доступ к другим бликам. Итак, все, мы группируем и создаем маску. Маску мы создаем из самых нижних слоев, то есть из основания. Основание купол и дно. Мы их копируем, красим в белый и переносим на самый верх. Маску мы сгруппируем. Маску мы сгруппируем и мы их вынесем за пределы мечети. Теперь у нас мечеть и маска. И накладываем. Да, мы вот пику не будем в маску класть, потому что я ее не буду под маску прятать. Я ее просто так окрашу. Вот такая вот у меня получается история. Потом уже свежим взглядом посмотрим, если что-то будет не так, то это всегда можно будет подредактировать. Продолжение следует... здесь мы просто придаем градиент обыкновенный не мешая просто градиент чтобы совместить с основанием купола блокируем меча что-то нам не мешал как прозвучало добрым да обычно у нас религия если вам тема религия сама не очень близка знакома интересно то в конце концов мы просто техники изучаем и так давайте сделаем тень то есть зеркальное отображение снизу копируем таким образом и создаем черно-белый градиент мы тоже будем его использовать как маску там где белая она прозвечивает полностью там где черная она полностью исчезает и по этому принципу мы будем делать зеркальную тень выделяем два эти слоя нашу мечеть и верхний слой и создадим вот таким вот образом и теперь редактируя наш градиент то есть уменьшая черный точнее увеличивая область черного уменьшая область белого мы делаем тень вот такие у нас получились с вами мечети главное чтоб не было открытых объектов если есть какие-то где-то ошибки ничего страшного даже если допустим сейчас я их не вижу со временем глаз будет развиваться и я начну видеть больше больше своих ошибок можно будет уже что-то исправить может даже вот так вот и лучше оставить всем спасибо за внимание надеюсь видео было полезным и интересным и всем пока